Родственники и друзья погорельцев выносят вещи из пепелища. Уцелевшего после пожара мало. Согласно отчетам, площадь возгорания составила 22 квадратных метра. Руководить выносом вещей хозяйка квартиры. Она одной из первых заметила пожар. А происходило все так. Женщина ушла к соседке, так как ее муж вновь приложился к бутылке. Она хотела вызвать полицейских, но в итоге звонок поступил к пожарным. Именно у этой соседки и пряталась супруга виновника пожара. Ее имущество тоже пострадало в огне. Их балконы находятся рядом, и огонь перекинулся к ним. Люция Файзулина считается главным очевидцем этого происшествия. Я говорю, вон пожар уже горит. И он его спасает. А она, кажется, прыгала в этот балкон. Умирать не хотел. А тогда уже все сгорело. В гостях были. Вот же, вот же все мокрое. Вот же все. Вот. Верхние этажи затопило, боковые погорели, нижние квартиры оказались залитыми водой. Вот у меня здесь, по-моему, что-то обвалилось даже. Это вот откуда? Это сверху? Я не знаю. Вот такие вот. Вот. Ну, это же потолок, по-моему, у меня валится уже. Это, по-моему, вот же там, вот же крошки. Вот они. Это же потолок валится. А пока пострадавшие разбирают завалы, дознаватели разбираются в этом деле. Одна из версий – это поджог квартиры самим хозяином. После происшествия он был доставлен в реанимацию. Сейчас его перевели в общее отделение. На данный момент уроза жизни нет. Данных для оперативного вмешательства тоже нет. После лечения в реанимационном деле, в течение двух суток наблюдения, в данный момент его перевели для дальнейшего лечения в хирургическое отделение, где он дальше будет продолжать лечение по поводу ожогов, которые он получил. Александр Комаров, Евгений Улзаев. Новости НТР.